Одразу две нишаканные сустреши. Нехарактерные для Беларуси полночные птушки, ареал проживания яких Тайга или Сатундра, зявились в Витебску. Одну из них, каршаковую сову, паранены привезли в Витебске зоопарк. Другую, дробную гусь, зауважили у компании кашек и лебедев на берзе заходней звены. Для ведомого витебского орнитолога Владимира Ивановского такая удача оказалась нишаканной. Про это он рассказал в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Вользе Шмаргу. Это старая птица, потому что у нее есть в крыльях и новые перья, и старые. Идет процесс ринки. Он хвост какой замечательный, ястребиный полосатый. И вот характерна полосатость на брюхе. Чем-то похожа на ястребу перепелятника по окраске, поэтому ее так назвали. Орнитолог Владимир Ивановский у першины, утримая в руках настолько редкую для Беларуси птушку. Теперь будет, про что рассказать студентам. Коршаковая сова жахарка Тайгейлеса Тундры, Еуразии и Полночной Америки. Это вид редко мигрирует и покидает свой ареал проживания. Вымусить до этого повинные обставины, близкие до крытычных. За опошние 200 годов вядома усяго некальки выпадка, уколи коршаковая сова залятала на территорию Беларуси. Периодически, ну примерно раз в 5 лет, там бывает такая ситуация, когда очень мало мелких мышевидных грызунов и очень толстый слой снега. То есть, во-первых, грызунов мало, они живут все по снегу, но во-вторых, то недоступно. И вот тогда эти совы совершают очень длинные миграции, в том числе и пролетают на территорию Беларуси. Параненую птушку на дорозе в 100 километрах от Витебска знайшли люди. Некальки дзен трымали дома, а потом привезли специалистам. Директор Витебского зоопарка Ирина Орлова беспомылково вызначила редкий вид. Коршаковая сова. И навод отрымала от яени глубокие драпины на руках. Нечаканную гостю пакуль трымают в карантине и кормят мышами. От мяса она отмавляется. Она попала в достаточно неплохом состоянии. Я думаю, она в более худшем состоянии. Ну, конечно, она очень худая. Пока еще недели-две точно она будет в карантине. Она не будет никому показана. У нее повреждено крыло. Ну, и сейчас повреждено крыло. Ну, посмотрим, если удастся его срастить. Правильно она полетит, значит, не вопрос. Она повесняет. Мы будем пытаться, конечно, выпустить ее в природу. Днями у Витебску зауважили и еще одну нехарактерную для гэтых мясцин птушку. Дробная гусь, якую называют пискулькой. Крылатая з'явилась на березе заходней дзвины. У компании с качками и лебедями она трымается довольно упевнена. Подыходит очень близко до людей и охватно принимает корм. Гэта вид пералетных птушек характерны для пауночной тайги и леса тундры. А зимуя гусь, як правило, у паудневых краинах на березе мора. Чому крылатая переживая морозы у Беларуси застается загадкой навод для орнитологов. Вольга Шмаргун, Дмитрий Котов, Новины, Витебск.